Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего хотел бы выразить активную поддержку инициативе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которая выступила за проведение конференции «Парламентарии против наркотиков», а также признательность нашим зарубежным гостям, многие из которых проделали долгий путь для приезда в Москву. На конференции предстоит всесторонне обсудить мировую проблему наркотиков, которая затрагивает все без исключения страны. Очевидно, что легких и быстрых решений она не имеет, поэтому столь важен вклад парламентарии, в которые с учетом национальной специфики формируют антинаркотическое законодательство, закладывая таким образом долгосрочные алгоритмы противодействия этой угрозе. Ориентир в процессе законотворчества у нас есть, это соответствующие международно-правовые нормы. Отрадно, что состоявшаяся в 2016 году специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков четко подтвердила, что имеющиеся действующие три антинаркотические конвенции ООН являются краеугольным камнем системы международного наркоконтроля. Именно эти конвенции закладывают основу для межгосударственного взаимодействия в сфере борьбы с наркотиками. Без них у нас не было бы общих стандартов для законодательного обеспечения сотрудничества и для его практического развития. Поэтому принципиально важно, чтобы три упомянутые универсальные конвенции ООН и далее служили фундаментом в противодействии всемирному наркотическому вызову. К сожалению, несмотря на все усилия, предпринимаемые международным сообществом, наркопроблема не теряет своей остроты и злободневности. Процессы глобализации перевели наркотрафик на всемирные рельсы, превратили его в разветвленную индустрию. Наркомафия освоила темные уголки интернета, превратив их в биржи для бесконтрольной торговли наркотическим дурманом. Разнообразие новых психоактивных веществ и их массовый выход на рынок диктуют необходимость выработки международным сообществом креативного и солидарного подхода в целях своевременного нахождения эффективного противоядия. Реальностью стало сращивание наркотрафика с терроризмом, который за счет денег от наркоторговли подпитывает и укрепляет свой смертоносный потенциал. Соответственно, наркодоходы подрывают международную безопасность и стабильность. Перед лицом этих проблем мы не можем согласиться с теми, кто предлагает сдаться под натиском международной наркопреступности, выбросить, так сказать, белый флаг и открыть врата перед тотальной нарколиберализацией. Подобный подход чреват катастрофы невиданного масштаба. Мы отдаем должное сотрудникам правоохранительных органов, которые зачастую с риском для жизни встают на пути наркокриминала. Необходимо и далее наращивать их взаимодействие, укреплять обмен оперативной информацией, повышать их техническую оснащенность. Россия активно участвует в такой работе. Совместно с партнерами по Организации договора о коллективной безопасности мы на регулярной основе проводим масштабные антинаркотические операции «Канал», нацеленные на возведение надежных заслонов наркоэкспансии на территорию государств членов Организации договора о коллективной безопасности. В рамках Шанхайской Организации сотрудничества предпринимаются последовательные шаги, направленные на создание мощного потенциала, способного к организации действенного отпора террористической и наркотической угрозе. Усиливает свой антинаркотический межконтинентальный инструментарий и организации «БРИКС». В нашей повседневной работе мы самым тесным образом взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций. Управление ООН по наркотикам и преступности стало надежным партнером в консолидации межгосударственного антинаркотического сотрудничества. Естественно, что эффективность борьбы с наркотиками во многом определяется уровнем подготовки сотрудников антинаркотических ведомств. Россия активно участвует в этих усилиях посредством обучения в учебных заведениях системы Министерства внутренних дел нашей страны слушателей из Афганистана и соседних с ним стран. Хотелось бы отметить также вклад в этот проект со стороны правительства Японии, которое реальными делами доказывает свою приверженность противостоянию наркотической агрессии. Наше содействие в подготовке антинаркотического персонала распространяется далеко за пределы нашего региона. На регулярной основе функционируют курсы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которые организованы Министерством внутренних дел России совместно с перуанскими партнерами для правоохранительных органов стран Южной Америки. Их десятый этап намечен на весну следующего года. Год назад, извините, месяц назад была проведена торжественная церемония официального открытия учебного центра МВД России в Никарагуа. 10 ноября уже состоялся выпуск первой учебной группы. Мы настроены на то, чтобы и впредь практическими делами притворять в жизнь положение резолюции, которое было принято по инициативе России на 60-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, направленной на укрепление потенциала правоохранительных органов за счет подготовки антинаркотических кадров. Россия выступает за открытость и добросовестность во взаимоотношениях с международными структурами. На основе этих принципов совсем недавно мы принимали в Москве миссию Международного комитета по контролю над наркотиками, выводы и рекомендации которого будут учтены нами как в работе внутри страны, так и при выстраивании международного сотрудничества. Голосуя за резолюции Совета безопасности ООН, которые санкционировали задействование воинских контингентов НАТО и их союзников на территории Афганистана, в частности в рамках операции «Решительная поддержка», мы искренне надеялись, что во взаимодействии с афганским правительством им удастся обратить вспять галлопирующие производства наркотиков в этой стране, о чем сегодня уже упоминалось. К сожалению, как свидетельствует недавно обнародованные данные Управления по наркотикам и преступности ООН, афганская наркоэпидемия все отчетливее приобретает повальный характер. В текущем году наркоиндустрия в Афганистане достигла очередного производственного максимума. Посевные площади опийного мака за год выросли на 63% и составляют нынче 328 тысяч гектаров. Это абсолютный рекорд. Опийный мак выращивается в 21 из 34 афганских провинций. В целом, производство опятов в стране возросло в текущем году на 87% и достигло 9 тысяч тонн в опиумном эквиваленте. Масштаб этой трагедии требует нового уровня международной сплоченности. Мы призываем представителей НАТО озаботиться поиском совместных подходов к изнанию наркобизнеса и подпитывающегося от него терроризма с афганской земли. Одновременно мы выступаем за активизацию инициативы «Парижский пакт», за ее оперативную адаптацию к нынешним реалиям. Тесно сотрудничаем с Афганистаном, с его представителями по линии организации договора коллективной безопасности, где функционирует соответствующая рабочая группа, а также в рамках Шанхайской организации сотрудничества, где Афганистан является наблюдателем. Упомяну также и наши тесные взаимодействия, в том числе и с афганскими соседями, в рамках Центрально-Азиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В апреле нынешнего года президент Путин подчеркнул важность целенаправленной антинаркотической пропаганды в средствах массовой информации и формирования устойчивого иммунитета к употреблению наркотиков, особенно у молодежи. В этой работе мы настроены на тесное взаимодействие с гражданским обществом, нашими друзьями и с числа некоммерческих организаций. В текущем году в рамках второго конкурса президентских грантов 12 российских неправительственных организаций, специализирующихся в сфере охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни, получили средства на реализацию антинаркотических проектов. Нашим парламентариям, руководителям органов исполнительной власти, в том числе и мне, доводилось участвовать в мероприятиях, проводимых Национальным антинаркотическим союзом, которые выступают за полный бескомпромиссный отказ от каких-либо психоактивных веществ, за преодоление вредных зависимостей и в этих целях тесно сотрудничать с нашими ведущими спортсменами, деятелями искусства и культуры. Отрадно, что Национальный антинаркотический союз быстро расширяет сеть своих партнерских организаций за рубежом, а его опыт, его усилия, его проекты получили высокую оценку в ходе антинаркотических дискуссий на площадке ООН. Я убежден, что деятельность таких неправительственных организаций – это реальный вклад в решение, поставленное правительством России задачи, к 2020 году увеличить до 50% число сторонников здорового образа жизни в стране. Именно формирование привычки к ответственному подходу к своему здоровью способно в конечном счете изгнать наркоманию из российского общества, как, собственно, и из обществ всех представленных здесь государств. Дорогие друзья, наша конечная цель – продвижение к миру, свободному от наркотиков. На этом пути все еще немало трудностей и препятствий, но, как известно, дорогу осилят идущие, а, как я понимаю, здесь собрались те, кто с дороги с этой сворачивать не собирается. И, освободив мир от наркотиков, мы приблизим его к тем идеалам, которые заложены в Уставе ООН во всеобщей декларации прав человека. Уверен, что, объединяя усилия парламентариев, правительств, гражданского общества, мы сумеем решить эту задачу. Благодарю вас за внимание.